Здравствуйте, уважаемые зрители видеоканала «Планеты дзюдо», я Роман Карасик. Сегодня я веду свой репортаж, продолжаю вести репортаж с тренировочного лагеря национальной сборной Болгарии. Разные возраста, молодежи, кадеты. Под руководством генерального менеджера национальной сборной Георгия Георгиева, призера Олимпийских игр 2004 года. И вот за моей спиной дзюдоисты, это молодежь, есть некоторые, кто переходит уже во взрослую сборную. И у меня вопрос, возможно, кто-то захочет ответить в комментариях, свои ответы дать. Вопрос такой, кто из этих ребят и девушек сможет достичь достаточно высоких позиций в мировом соревновательном дзюдо, и кто вообще продолжит изучение дзюдо для личного совершенствования через физическую активность, двигательную активность методом дзюдо. Давайте я приближу видео, посмотрим на этих ребят. А вы, уважаемые зрители, попробуйте дать свои прогнозы, кто же из этих ребят, кого сейчас мы видим на этом татаме, продолжит совершенствовать себя через дзюдо. Доброе утро, доброе утро. До того, като не забрали... Хах! Каж ... Ага, за задиявимев, как което искате за гребят, защото 30, 40, 50, колкото можете по-от4, не ли? Разбрактане. Малко сводку. И празднице. Първите две безлотно. Така да, първите пет. Вторите пет. Ще видим как се чувстват. Няко много се изгорите. Айдите. Ага. Ага. Маглава. Добре со вас взялое. Маглава. Алилуй. Алилуй! Алилуй. Спасибо. Вот вы видели дзюдоистов, я бы с удовольствием прочитал ваши комментарии и ваши предположения о том, смогут ли эти, в принципе, совсем еще молодые спортсмены, практикующие соревновательное дзюдо, достичь каких-то высот в соревновательном дзюдо. Ну и смогут ли они дальше, продолжат ли практиковать дзюдо с позиции сохранения здоровья, улучшения качества жизни. Жду ваших комментариев по данному вопросу. С вами был Роман Карасев, Пазарджик, Болгария, тренировочный сбор под руководством Георгия Георгиева. Вы смотрите Планета дзюдо. Продолжение следует...